Отношения со свекровью очень натянуты. Все беседы сводятся к вегетарианству. Я в положении, и что это очень плохо. Она говорит, что вегетарианство плохо. Однажды она даже сказала, что мы так потеряем бабушку. Что вы посоветуете? Почему-то люди думают, что человек не выживет без мяса. Я не знаю, откуда эта идея взялась вообще. Про белки, жиры и прочее. Однажды я давал лекцию в медицинской академии в Алма-Ате. Это уже ординатура, уже студенты, практически уже закончившие институт. И я также сказал о вегетарианстве. Они сказали, что вы такое говорите? Мы знаем, что человек без мяса не выживет. Белки, жиры, углеводы, там они стали все это объяснять. Все эти составляющие доказали мне, что человек без мяса не выживет. У меня не было никаких аргументов медицинских, я не имел такого образования. Но я спросил. Я уже 25 лет вегетарианец, сейчас уже 30. Когда я должен умереть? Моя дочь с рождения никогда не ела ни мясу, ни рыбы, ни яиц вообще. Она знает танец баратантям, там космические нагрузки. Она закончила институт, сама поступила, да, у нее интеллект очень сильный. Она очень творческая. Когда у нее начнутся проблемы, скажите мне, врачи. Они, конечно, ничего не могли сказать на этот счет, потому что это опыт. Это все надумано. Мясо — это не что иное, как трансформированное зерно, злаки. И силы не в мясе, а в злаках. Лучше есть злаки непосредственно, чем вторичный продукт, который нужно забивать со страшной болью, отчаянием, ненавистью, защитой самовыряния. И мы едим все это, представьте себе. Вот эти забитые жестоко трупы на боях. Я извиняюсь, потому что здесь есть новые люди, возможно, они будут шокированы, но это факт. Когда я стал вегетарианцем здесь, в Петербурге, через, может быть, месяц-меньше, я почувствовал резкие перемены в характере своем. Я всю жизнь страдал вспыльчивостью. Ну, вот я не знал, что делать. Вот я, знаете, вот вспыливаю, а потом начинаю понимать, отхожу и что жил, не контролирую свою речь опять. И вдруг, через три недели вегетарианство, это качество изменилось. Просто агрессия и вспыльчивость уходят. Это пища была неправильная. Потом еще через какое-то время жена говорит, сходи в магазин, принеси пачку риса. Я в этот магазин ходил почти каждый день, давно уже, не первый год. И тут я захожу и смотрю, прохожу мясной отдел, который я видел постоянно. Но в этот раз я был в шоке. Я вдруг увидел все по-другому. Я видел свиную голову и прилавки, и выражение ее лица. И я все понял, что это такое. Видите, я даже не мог понять раньше, что это такое. То есть, мои просто мозги были затуманены этой пищей. Я вас не обманываю, попробуйте, вы сами все увидите. Вегетарианство имеет такую мощь, что в его присутствии люди прячут свое мясо. Говорят, извините, извините, извините. Сейчас мы все уберем. Потому что вы видите совсем все по-другому. Вы не видите мясо, вы видите трупы. И не просто, а именно зверски забитые на бойнях. Вы видите это все? А если не верите, сходите на бойню и посмотрите, что там происходит. И я прав. Это именно так и есть. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы мы могли подняться на более высокую ступень отношений, конечно же, это принцип важный. Вегетарианство, если оно правильно, как бы правильно преподносится к культуре, это не скудная пища. Это полноценная пища достаточно. Кстати, здесь в Петербурге в 1912-1912 году, это я сфотки взял из ведомостей исторических газетных, проводился марафон. Забег. Значит, группа вегетарианцев и группа мясоедов. И европейцы были, из России были эти люди. Это именно были ставки на то, кто выносливый, кто сильнее, этот спор давнишний. И там описывались эти соревнования. Я прочитал просто интересную вещь, я запомнил ее. И забег, все, там 49 километров, они побежали. И тут ставки, споры, деньги на это, кто первый перебежит, вегетарианец или мясоед. Как вы думаете, кто первый перебежал? Вегетарианец, конечно, а второй? Вегетарианец, а третий? Вегетарианец, а четвертый? Девятый перебежал мясоед, злой, как собака, потребовал стакан водки. Вот так было написано. Злой, как собака, и потребовал стакан водки. Знаете, если вы едите мясо, вы будете пить водку, это неизбежно, потому что мясо переварить вы не сможете так, без огня жидкого. Но нужно добавить туда огня, поэтому культура, как бы, пьянства связана с мясоедемами. А если вы едите мясо, стрельствуя трудную пищу, добавляете жидкого огня, активизируете желудок, ваши гениталии будут возбуждаться сверхнужды. И отсюда идет другая уже культура. Так что мясо – это длинная цепочка. И как только вы обрезаете эту цепочку в этом месте, вы видите, что все в вашем сознании, многое меняется. Даже состав крови меняется. Даже врачи будут говорить, что у вас ненормальная кровь. Потому что у них стандарты все мясоедные сейчас. У вас становится жидкая, подвижная кровь. Мясоедная, густая, неподвижная. И там куча этих проблем возникает. Атеросклерозы, ломкие сосуды, инфаркты. Это все рак. То же самое. Никогда в жизни люди в прошлом не ели мясо каждый день. Это было связано с изобретением холодильника. Но попытайтесь понять, изучите этот вопрос. Вы же разумно образованные люди. Все первые христиане, все были вегетарианцами. И же свинец заливали в горло, чтобы отучить это вегетарианство. Историю читайте. Здесь в Алаам, там монастырь. Там монахи, которые там еще живут. И 360 дней в году без мяса живут. 360 дней в году. И трудятся тяжело. Любая духовная практика связана с тем, что вы отказываетесь от убойной пищи. Вы не принимаете кровь, пищу не чьё. Это неприемлемо. На это нужны хотя бы какие-то ограничения, если не полный отказ. Ну, веда говорит, хотя бы не ешьте коровы, потому что это мать. Вот хотя бы вот этот момент. Нельзя забивать коров. Это чудовищный акт невежества. Мать не убивают. Вот такие вот тяжелые вещи мы обсуждаем с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok